В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе начнется плановое отключение горячей воды с 1 июля. В процессе производства работы у нас будут проведены гидравлические испытания магистральных тепловых сетей. С середины июня в амбулаторно-поликлинических учреждениях муниципалитета началось возобновление оказания плановой медицинской помощи населению. Сейчас терапевты тоже вот две недели как открыт прием и здесь в поликлинике в детской и в офисах с прошлой недели. Продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Безусловно, очень важно, потому что это будущее наше и наши детей. С 1 июля в Ленинском городском округе начнется плановое отключение горячей воды для проведения профилактических работ на котельных и магистральных теплотрассах. К грядущему отопительному сезону коммунальщики готовятся уже сейчас. В настоящий момент уже ведется ремонт магистральных тепловых сетей, в частности по ПЛК, наверное, все видели, мимо ходят, значимый видимый участок. Две подряд на организацию у нас там работали, заменили 2Д500. Довольно-таки приличный метраж. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией отключение горячей воды будут производиться по 31 августа на срок не более 14 дней. Точные даты по своему адресу можно найти на специальной интерактивной карте, ссылка на которую есть на портале Добродел и на сайте администрации муниципалитета. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и главы Ленинского городского округа Алексея Петровича Спаскова поручено проработать вопрос об отключении горячего снабжения на 10 дней. МУП «Видновская ПТОГХ» выполняет это поручение. Единственное, в части остановы именно в городе Видное будут происходить на 14 дней. Связано это с тем, что МОС «Ублгаз» будет проводить свои плановые работы ремонтные на газорегуляторных пунктах. Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. В процессе производства работы у нас будут проведены гидравлические испытания магистральных тепловых сетей. Те участки, которые не выдержат, они будут заменены, отремонтированы и запущены в работу. Это позволяет избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период. Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства обслуживает более 137 километров тепловых сетей. Проблема переполнения мусорных контейнеров и скопления крупногабаритного мусора на площадках для сбора твердых бытовых отходов знакома многим жителям города Видное. Каковы ее причины и возможно ли решение? Съемочная группа телеканала Видное ТВ обратилась за разъяснением ситуации к территориальному управляющему Каширского регионального оператора. Подробности в нашем сюжете. В редакцию нашего телеканала неоднократно обращались жители города Видное по проблеме переполненных контейнерных площадок и невывоза мусора, в частности, крупногабаритного. Именно для таких бытовых отходов, как старая мебель, бытовая техника, почти в каждом жилом комплексе установлен специальный восьмикубовый бункер. Вывозом такого мусора на территории нашего муниципалитета занимается Каширский региональный оператор. Каширский региональный оператор не вывозит строительный мусор. Это кирпичи, бетонные блоки, то есть все отходы от капитального ремонта. У нас нет лицензии на вывоз данных отходов. Это зона ответственности управляющей компанией. Но очень часто в контейнер для крупногабаритных отходов или около него складируют строительный мусор и другое, не относящееся к данной категории. В случае, если на контейнерной площадке мы видим строительные отходы, сервисной службой регионального оператора составляется акт, который направляется, один экземпляр в органы местного самоуправления, второй экземпляр направляется в управляющую компанию для устранения данных видов отходов. Емкости под крупногабаритный мусор региональный оператор размещает на территории округа совместно с управляющей компанией. Нам поступает заявка от управляющей компании. Диспетчерская служба ее оформляет. И на следующий день она идет в работу. То есть мы забираем бункер и, соответственно, мы также забираем то, что у нас подбор на земле, крупногабаритные отходы. Ветки и срубы региональный оператор также не вывозит. Это зона ответственности управляющей компании, которая должна своими силами это все вывозить. Количество баков на контейнерной площадке и график вывоза устанавливается согласно утвержденным нормативам. В случае перенакопления мусора добавляют необходимое количество емкостей. Когда мы приезжаем и видим сверху навал веток и стройки, что мы можем, мы забираем. Дальше в этот же момент сервисная служба оповещает баланс содержателя контейнерной площадки для устранения всех отходов, не относящихся к ТКО. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В России продолжается процесс голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Избирательные участки работают уже шестой день. За это время миллионы жителей страны успели выразить свою гражданскую позицию. В Ленинском городском округе работает 63 участковые избирательные комиссии. Без дела члены комиссии не сидят. Наблюдается постоянный поток желающих голосовать. Мы за Конституцию. Надо обязательно ее принять. Безусловно, очень важно, потому что это будущее наше и наши детей. Решение сделать голосование в течение недели себя оправдало. Так удалось сократить одновременное скопление людей на участках, где, безусловно, соблюдаются все санитарные меры. На входе избирателям меряют температуру, выдают, если нет своих маски и перчатки, индивидуальную письменную ручку. Все хорошо, все нормально. Все оформлено как следует. На избирательных участках Ленинского городского округа никаких нарушений за все дни голосования зафиксировано не было. Ситуация спокойная. Работа идет в штатном режиме. Люди идут. Обстановка спокойная. Все проходят и голосуют. Все у нас хорошо, слава богу. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Уже завтра, 1 июля, наступит финальный день голосования. Он в России объявлен нерабочим. Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб российскому бизнесу. У нас в студии Анна Люшнина, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности межрайонной ФНС России номер 14 по Московской области. И мы поговорим о мерах поддержки для налогоплательщиков со стороны государства, которые появились в это время. Анна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что это за мера? Федеральной налоговой службой был разработан определенный план по поддержке бизнеса, малого и среднего предпринимательства. Был разработан перечень наиболее пострадавших отраслей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе были внесены изменения в предоставлении рассрочки и отсрочки по уплате налогов. Предусмотрены дополнительные основания по ее предоставлению. И что подразумевает эта рассрочка? Отсрочка или рассрочка по уплате налогов подразумевает под собой изменение срока уплаты налога по заявлению налогоплательщика. Для наиболее пострадавших отраслей рассрочка предоставляется беспроцентно. Если есть основания для предоставления срочки или рассрочки, налогоплательщик должен обратиться в инспектор по месту учета с заявлением. Ну и соответственно должен отвечать определенным критериям. Это обязательное условие, что налогоплательщик должен входить в перечень наиболее пострадавших отраслей. И соответственно одно из двух условий. Либо у него снижение доходов более чем на 10%, либо получение убытка в 2020 году при условии отсутствия убытка в 2019. Анна Александровна, спасибо большое за информацию. А я напомню, что у нас в студии была Анна Люшнина, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности межрайонной ФНС России номер 14 по Московской области. В нашу телекомпанию обратились жители поселка Сосновый Бор с жалобой на новых соседей в лице целого пансионата для пожилых людей. Известно, что на данном участке по адресу Сосновый Бор, дом 56, может находиться исключительно частное жилье. Каким образом там оказался пансионат и почему так обеспокоены местные жители? Во всем этом попробовала разобраться Татьяна Брылова. Из окон вон того кирпичного дома недавно упал человек. Упал на территорию соседнего участка. Дополз до дома, попросила помощи. Ему помогли, вызвали скорую, отправили в домодедовскую больницу, где он от полученных травм скончался. Это стало последней каплей терпения жителей близлежащих домов. Хозяйка участка, на который упал пожилой мужчина, до сих пор не может прийти в себя. Поэтому от общения отказалась. Но другие жители взывают о помощи, опасаясь такого соседства. Валентина Андреевна Семина вместе с супругом живет здесь уже 20 лет. Говорит, всегда жили дружно, пока не появился пансионат. Поселились непонятные люди. Как бы завозят, видим, что завозят больных людей. Слышим стоны, слышим разговоры. Ну-ка, им эту дезинфекцию дышать невозможно. Пытались мы познакомиться, потому что там рядом проходят газовые трубы, огромные газовые котлы. Отсюда вот страшит всякие вот такие вот последствия. Что может быть? И пожары, и взрывы. И не приведи Господь. А ведь верно. Не нужно быть специалистом, чтобы понять. Здание участка номер 56 построено с нарушениями в притирку к соседним. Валентина Андреевна говорит, в своем огороде не чувствуем себя хозяевами. Не мы на своем участке проживаем, они на нашем участке проживают. Марина Базалева живет по другую сторону пансионата в доме номер 58. Вместе со своей тетей, которая первой подняла вопрос законности присутствия частного учреждения на территории ТИС. Когда она узнала о проблеме, вот об этой, да, она собрала совет. Председа, всех, нет, у них есть совет этого, как ТИЗа, да, вот, есть председатели, есть там, да, все, кто входит в совет. Ну, и они там посещались, говорят, ну, надо пригласить, наверное, людей, которые хотят открыть вот это заведение, да, и они пригласили. Пришел вот этот Вшивков, вот, и сказал, что, а что, а я открою. И все, они говорят, мы против, понимаете, против. Он говорит, да мне все равно, все, мне все равно, и я открою. Ну, и вот и началась вот эта проблема. Антон Ягнен сказал, что мы будем бороться, потому что вы не имеете права открыть в зоне ИЖС такое заведение. Три месяца соседи пишут в разные инстанции заявления в полицию, прокуратуру, депутатам, губернатору. Каких людей они сюда завозят, да, какие услуги они здесь оказывают. С третьего этажа, 58-го дома, хорошо видно все, что творится во дворе пансионата. Обратившись в Министерство здравоохранения Московской области, соседи получили конкретный ответ. Лицензии по данному адресу на Калинку не выдавалось. То есть лицензии медицинской у них нет, соответственно. То есть на каком основании здесь у нас медперсонал находится. Вот как они вообще здесь вот это вот все делают, незаконно? А между тем существует сайт пансионата с подробным описанием услуг, стоимости и фотогалереи. Среди заболеваний, с которыми принимают пациентов, довольно серьезные. Болезни Альцгеймера и Паркинсона – деменция. Те, которые вроде как передвигаются, как бы вот мне казалось, что человек 15-17. А те, которые не передвигаются, может быть человек 10, может быть 12, может быть 13. Мы не знаем, потому что какое время они их завозят. Они их завозят тайно от нас, они там от нас скрываются. Но если люди скрываются, значит есть чего скрывать. Местный депутат Гаджимурат Гаджимуратов, узнав о ситуации в Сосновом Бару, приехал на место, чтобы помочь разобраться. Я вот уже связался с участковым. Он в курсе этой истории. Сообщил мне, что деятельность ведется у Калина. Организация, которая получила в аренду. Это жилищное строение, этот дом. Есть вопросы и у соседей, и у меня вопросы, и у тех, кто коснулся этой проблемы. Какие согласования с пожарной службой, с службой санопеднадзора, с госанопеднадзором. И хотелось бы выйти на руководителя, кто это организовал. Возвращаясь к трагедии, похоже, что ответственность за гибель человека никто нести не будет. По словам того же участкового, родственники претензий к пансионату не имеют. И все же надежда на справедливость есть. Недавно была проведена проверка данного учреждения, итоги которой вскоре должны быть подведены. От них будет зависеть не только последующая жизнь местных жителей, но и судьба обитателей злополучного пансионата. В год празднования 75-летия со дня победы Великой Отечественной войне в Ленинском городском округе продолжается чествование ветеранов. В традиционную рубрику «Мобильный репортер» нам прислали кадры из поселка Володарского. Здесь прошла акция, которая получила название «Никто не забыт». В гости к 15-ти труженикам тыла с цветами, подарками и под веселый аккомпанемент «Баяна» пришла с поздравлениями делегация жителей поселка. В честь 70-летия победы хотим поздравить вас с этим праздником. Спасибо, спасибо. Вручить вам наши скромные подарки и слова признательности. Ой, спасибо. Акцию поддержали начальник территориального отдела Володарская Михаил Рассказов, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Лидия Козлова и предприниматели поселка Володарского. Встречи проходили с соблюдением всех необходимых мер безопасности. С середины июня в амбулаторно-поликлинических учреждениях Ленинского городского округа началось возобновление оказания плановой медицинской помощи населению. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В этом году взрослая поликлиника временно переехала в здание детского поликлинического комплекса города Видное в связи с капитальным ремонтом основного здания. Затем началась пандемия коронавируса, и вот, наконец, в июне плановая медицина начала возвращаться, и услуги населению стали оказываться в прежнем объеме. Сейчас терапевты тоже две недели открыт прием и здесь, в поликлинике детской, и в офисах с прошлой недели, врачебные практики, на строительной и на вокзальной улице. Кожное отделение давно тоже с 8-го числа приступило к работе, экстренных пациентов оно принимало это 8-го числа. Также прием осуществляют узкие специалисты – невролог, эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог и врачи других профилей. В настоящее время появились новые правила обслуживания. У нас приходит, во-первых, санитарка, которая в течение рабочего дня дезинфицирует, протирает ручки, двери, моет, делает влажную уборку. Естественно, мы в масках работаем, моем руки, обеззараживаем, антибактериальные салфетки дополнительно применяем. Также все пациенты должны быть в индивидуальных средствах защиты, но они относятся с пониманием к таким вынужденным мерам. Все организовано, записывался через сайт госуслуг сначала к терапевту, терапевту уже после направляют к специалисту, то есть к врачу. Никаких осложнений не было, все достаточно просто. Я сюда редко хожу, в поликлинику, очень редко, но в целом нормально. Я в больнице был, обслуживание было тоже нормальное, все внимательно. До сих пор в поликлинике работает колл-центр, где медицинские работники отвечают на звонки и консультируют по всем интересующим вопросам. Постепенно сокращается количество вызовов врачей на дом, а это значит, что уже в ближайшее время больше терапевтов сможет принимать пациентов в плановом режиме, в том числе в офисах врачей общей практики. У нас ведь три офиса, еще на Купеленке есть офис, мы туда еще пока его не открыли, туда уйдет тоже два врача. Еще дополнительно уйдут на офисы, которые построительные и повокзальные, там пока по одному врачу, а будет по два, три, четыре человека. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ленинском городском округе состоялся финал конкурса детского рисунка, посвященного 75-летней годовщине победы советского народа над фашизмом. Его организаторами выступили сотрудники Управления Министерства внутренних дел муниципалитета. В конкурсе приняли участие только дети работников управления. В торжественной обстановке начальник ОМВД Алексей Бадзин вручил ребятам почетные грамоты и ценные подарки. Организаторы уверены, такие мероприятия способствуют развитию у детей любви к родине и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Все рисунки очень красочные и передают праздничное настроение победы в Великой Отечественной войне. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.